Узбекистан, Каракалпакия, ну я не знаю, есть, если кто-то представители, то потом, может быть, тоже что-то скажут. Ну, собственно, Игорь Волков, по-моему, хорошо знал Николая Корнилова еще в тот период. Ну и многие республики. Так вот, в этом проекте тоже уже 12 стран. Мне удалось собрать художников с 12 стран и сделать первый проект в Ростове-на-Дону, где я прожил 40 лет. Сейчас, находясь в Москве, практически с 2003 года, я и познакомился с Николаем Игорь Волковичем Корниловым. Причем он как раз в своей газете опубликовал одну из выставок, которая была организована, где впервые, как говорится, встретились, пока еще заочно, а потом уже в 2003 году. Николай Игорь Волкович, конечно, был удивленный человек, что он понимал ценность каждого художника. Причем независимо от его стиля, направления. То есть он понимал всей душой художник, поскольку, наверное, это очень важно для собирателя. Потому что художники разные. А каждый, наверное, хоть немножко о себе думает, что он очень-очень хороший, какой бы то ни было. А он всех считал хорошим. И это замечательно, потому что мы не знаем, как истории распорядиться, и кто из них великий, кто не очень. Время расскажет, вернее. Все будет известно. Будем надеяться, что 21 декабря мир будет продолжать существовать, планета Земля будет жить, дышать. И мы тоже будем продолжать жить, творить, любить и делать свое дело. Немаловажно, чтобы это дело было связано и с нашим ушедшим другом, товарищем Николаем Зоевичем Кормиловым. Вот этот проект, как раз он тоже под эгидой искусства народа мира. Конечно, я не мог предложить всем, кто когда-то входил в эту ассоциацию, чтобы все приняли участие. Проект достаточно индивидуальный, не индивидуальный, а особый в плане того, что... Ну, я не говорю, чтобы другой кто-то не достоин или невозможно, чтобы он участвовал. Возможно. И если будет второе, а предполагается, что в Москве будет уже большая, высказка, и сейчас пока решается вопрос, какая это будет у людей, может еще добавиться автор. Но еще, кроме того, искусство народа мира подразумевает не только участие художников, но и участие поэтов, музыкантов, актеров. То есть это то, что будет вторым томом к этому изданию. Но сейчас я хотел бы перед тем, как передать возможность высказаться другим, но в первую очередь еще одному из близких друзей и вице-президентов, Алексею Павлу Алексеевичу Захарову, я хотел бы поздравить и поблагодарить тех участников, которые уже приняли участие в этом проекте. Евгений Нетр еще не подошел. Благодарность от Ростовского музея изобразительных искусств и от, естественно, Международной ассоциации, и от куратора проекта, то есть здесь три подписи, Юрия Фатееву. Следующий. Юрий Фатеев принимает активное участие уже в многих проектах и ассоциации вместе с Корниловым, и в этом проекте идентификация Яна Индеса. Спасибо. Спасибо. Благодарность участнику международного выставочного проекта «Идентификация. Я, мы, они художникам такому-то, такому-то за высокий художественный уровень представленных произведений. Август-сентябрь 2012 года». То есть это крупный проект, который мы продолжаем, где Искусство народа мира, Международная ассоциация является одним и учредителем этого проекта. А сейчас я хочу попросить выступить Павла Алексеевича Захарова. Дорогие друзья, вот прошел год, а он прогретел, он не прошел, он просто прогретел. Как правило, в пятницу, в вторую пятницу декабря Николай Дович собирал нас на красивый праздник, который он придумал. Он изобрел праздник в Сибирный день художника, но в слове художник, он не понимал слова, кто держал в руках кисточку или... Он тот, кто в руках держит искусство, наверное, в своей душе. Людей искусства он собирал в этот праздник, играющих на скрипках, играющих на гитаре, поющих, и играющих на каких-то баснотоких инструментах, на каких-то... Я не помню, что такое люди не привозили с собой, да? И вот этот человек, он собирал души. Помните, как говорил Христос? Он говорит так, бросьте свои сети и перестаньте ловить рыбу. Начинайте, вы теперь будете ловить другое. Вы теперь будете ловцы душ человеческих. Так вот, Николай Ильичевич был один из апостолов, который ловил души человеческие, те, у которых душа открыта до полгода любовью. Самое главное чувство, какое у него тоже есть, это чувство любви. Так вот, каждый из художников в своей мастерской, как в батискафе, он опускается или поднимается на какую-то... На какую-то такую баснословную высоту или глубину, и оттуда вынимает вот этот вот глаз, который он увидел в этом мгновение. И потом запечатляет вот в этом батискафе. И вот Николай Ильичевич собирал вот этих вот батискарских людей. Вот сегодня здесь присутствует их очень-очень много. И поэтому, Владимир, мы не ожидали, что будет, а я ожидал. Знаете, вот я ожидал, я думал так, что... Вот я говорил Юрию Иванову, он пришел с женой, а потому что жена этого ученица, я тоже сегодня очень известная художница, а ее выставки проходили и в Будапеште, и в Праге, и в Берлине. И получается, что вот он открыл Юру, а Юра дал жизнь еще одному художнику, своей жене. И сейчас она педагог. Вот я вижу здесь уникального художника, это Льва Никонисона. Я говорю, а почему нет твоих работ здесь? Он говорит, нельзя же участвовать во всех выставках. А сейчас я чувствую, что жалеешь, что нет и тут работы. А Николай Юрьевич, большое количество работ, Льва. Но Николай Юрьевич не только собирал художников, вот он меня заразил, он как-то приехал ко мне в гости, и я поколол альбом с марками. А я давно собираю марки по искусству, по космонартике. И он говорит, Павел Алексеевич, а что это у вас за работа? Говорит, художник такой, такой, а это, надо же собирать. Я говорю, понимаете, дарят, а куда все это будет? Собирайте, это большое дело завтра будет. Они были в 90-е годы. И вот эти, кладицы, тут буквально недавно позвонили мне Шереметьево и предложили выкупить на таможне 300 работ, которые вывозились. И их отобрали там, на таможне. А им еще было платить зарплату. А он мне говорит, надо брать. Даже не сомневайтесь, потому что плохое они вывозят. И я приехал, и я не помню, за какие-то там, ну, не за хитики-то деньги выкупил 300 работ графических. И когда он приехал, он перелистывал их, перелистывал. Это же Яр Кравченко. У меня тоже есть. А вот это, я говорю, это все это, это Жуков. Да, и говорит, ну, чтобы эта коллекция у тебя пополнилась, он привез мне еще, по-моему, работа, наверное, 200, говорит, вот эту книгу, потому что это именно эти фонарники, они должны быть по одной, они должны быть вот в песне, должны быть... И вот, понимаете, когда этот человек не только собирал, но еще учил, он был учителем. И он учителем был, многим, многим из нас был учителем. И когда однажды он попросил помочь ему реализовать свою идею, опубликовать рассказы, о рассказе превратились в повесть, о повесть, в романы. И появилась первая книга, вторая книга, осколок комет, третья книга. И я не знаю, что когда книга вышла, да, ему помогали все. Помогали, и он всегда не забывал писать. Поздравляю вас за то, что вы помогли в изнательности этой книги. Обращается к одному, к другому, к третьему. То есть он не забывал их. То есть он не пославлял себя, он пославлял, великое слово, человек художник, человек искусства. И он ставил на пятистал. И иногда, ну такая мазня. А он мне говорит так, это не мазня. Это состоит в душе. А вот сегодня эта душа, мазня, завтра преображается, нужны знания. И когда люди между собой собираются вот в таких вот аудиториях, и смотрят, и друг у друга учатся. И я взгляду вот так. Когда собирается, вот я целитель, когда собираются целители, то каждый из них ставит себя на уровне, ну как минимум, по телемонту целителя. Что, сначала по телемонту, а на следующем уровне уже он. И когда Гарпейль Яков Григорьевич в свое время придумал такое звание лучший целитель России, и давал его в один год, в другой год, в третий, и потом вдруг начинается, в 2001 год, он придумал такое название лучший целитель третьего тысячелетия. Я говорю, оно только началось, а то же и сделали в лучшем. А он говорит, ну и что, что началось? Оно же третье тысячелетие. И вот Николай Иосифович, мне кажется, собрал лучших художников вот того тысячелетия, которое сегодня в этом тысячелетии. И мы празднуем сегодняшний праздник, я думаю, что мы его празднуем. Потому что люди, вот он нас собрал, а раз мы пришли к нему, мы пришли, человек рождается трижды. Первое, когда его рождает мама на белый свет. Второе у него день рождения, когда он, ну и такое вряд ли это крещение. А третье, когда он уходит туда. Вот эта дата ухода, она празднуется у православных людей выше тех, чем все остальные даты. Вот сегодня мы собрались вот в эту дату у Николая Иосифовича. Да? Дату годовщины. И смотрите, сколько он собрал людей. Я знаю, что такое собрать художников. Как целителей собрать. Они съезжаются без, без, без. Им только намекни, что мы все вместе, все съезжаются. Потому что сегодня собралась синергия. Каждый из вас. Это энергетическая мощь. И когда вот эта энергетическая нить переплетается с другой нитью, называется снова синергия. А синергия это тот канат, который нельзя разорвать. Есть левитаны, есть шишкины, есть коровины. Гений. Но каждый из вас был назван гением Николай Иосифович. И сегодня вы гений должны соответствовать тому, как он вас назвал. Будьте гением как можно дольше, как можно больше творите. И как можно больше прославляйте нашу Родину, имя которой Россия. Спасибо вам, что вы собрались. Спасибо, Николай Иосифович. Спасибо всем, кто здесь сегодня с нами. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу еще предложить слово искусствоведу Наталье Головежу. Она много статей писала в известную вами газету «Искусство народа мира» и выпускаем Николая Иосифовича. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Благодарю за предоставленное слово. И хочу поздравить всех с новой выставкой. Я думаю, душа Николая Иосифовича сейчас радуется, потому что самое главное в жизни нас – это поверить в то, что мы бесконечны. А бесконечны мы, если оставили после себя своих учеников, что ли, или тех, кому смогли передать что-то хорошее, частицу своей души, только в обновленном виде, молодым людям. И вот сегодня много молодых художников, у которых Николай Зоисимович пестовал, что ли, с нуля и вывел их в люди. То есть их работа, может быть, уже в каких-то музеях находится. И вот это его качество, доброта и видение на перспективу, оно очень ценно. В разобщенном достаточно мире большого мегаполиса. Еще огромная положительная и выдающаяся черта это обращенность в провинции. Дело в том, что Москва перенасыщена событиями, выставками, огромная конкуренция за зрителя. И он очень мудро поступал, что работы хороших художников отвозил в провинциальный музей, где этого очень-очень не хватает. Там огромная жажда увидеть искусство, но его просто нет. Если там какой-то ребенок увидит настоящее животное полотно, для него это настоящее событие в жизни, откровение может быть. И он это все понимал. То есть он был для меня еще удивительно живым человеком в живом теле. То есть мы с ним ездили в петушки, вы же помните, что он как бы является лидером, да, или как скажем, узнавателем музея в петушках. И это было очень и забавным, и веселым событием, и интересным. был юбилей как раз в петушках. И съехались люди, и было такое грандиозное застолье, все было настолько всерьез. Приехали какие-то провинциальные поэты, и читали стихи замечательные. Художники привезли подарки. И вот мне кажется, если все это продолжится, все его лучшие начинания в нас, в наших учениках, в наших детях, то его дело никогда не затухнет. Да? Но оно должно поддерживаться все время. И поэтому на вас, те, кто любит его, на нас, на всех, ответственности мы можем в чем-то, так как он был универсальным человеком и художником, и собирателем, коллекционером, и автором всевозможных акций, и организатором издания, печатного, и куратором разных проектов, и воспитальным наставником. Вряд ли достаточно эгоистичные люди, художники, могут все это в себе совмещать. Он мог, но таких людей не так много. Но если кто-то что-то может продолжить, то это было бы просто замечательно. И я вам всем этого желаю. А художникам, которые собрались сегодня, я желаю, чтобы добиваться такого качества ежедневным трудом, чтобы их картины по-настоящему смогли покинуть столицу и занять свое место в провинциях. Потому что там действительно голод, и действительно эту работу в первую очередь надо продолжать и устраивать передвижные выставки в глубинке, далеко-далеко, в каких-нибудь деревнях. Я это знаю не по накрышке, потому что была там и знаю, как там все печально в этом смысле. Вот этого нам я желаю обязательно. Спасибо вам. Я хотел бы попросить, может быть, Лев Геганицын скажет на обучение родного Николая Зостимовича. И это один из наших мэр, горифеев, как говорится, взылописи. Мало того, человек еще и кандидат в спустоведнии. Я думаю, что есть доктор. Доктор. Что это? Что это? Я поведал уже профессор, какой свидетель он ведал корниевый. Я говорю, я тебя не гнасил. Корниевый из числа тех людей, которые могли бы войти в серию «Жизнь замечательных людей». Это очень разнообразный, веселый, активный, талантливый человек. И вот я вспоминаю, каких людей он сыграл вокруг себя. Тоже интересно. которые могли продолжить его дело и как-то новые краски внести. Вот Павел Захарович выступал здесь. вот я вспоминаю, как мы ездили к вам с группой художников. Устраивали выставки, а у него там целебное место и весь город туда у него тоже собирался. Это были события одновременно одновременно окрашенные какой-то радостью. И были смешные ситуации, когда однажды там надо ехать, группа собралась, на чем ехать? Он подает нам автобус для ритуальных услуг. Вот когда он руководил галереи, сначала там была конкуренция, там, как-то Тоже были забавные случаи, таких он собирал в оригиналах. Причем, когда он стал президентом, я ему говорил, слушай, раз ты президент, ты же можешь издавать указы, а какие указы были? Вот ты можешь народных художников давать, профессоров, искусственных деятелей. И что вы думаете? Он заказал значки и стал раздавать. Многие старики были очень рады, что наконец-то их заметили. Они такие важные люди. И вот, значит, я даже, я говорю, что, ради бога, нет, он что-то дал. И тем не менее, он мне тоже дал несколько званий. И вот, короче, я смотрю, какой-то значок у меня лежит, если стоит. Ну, сложно идти, если стоит. Думаю, отходу он мне. А там надо у меня. И, между прочим, поэтому выроспеление я хожу бесплатно даже там. Так что здесь много очень интересного, активного, инициативного было. И главное, что он соединял серьезное и несерьезное. Он одновременно переживал искусство как положение, как самую лучшую часть жизни своей. Поэтому он относился к искусству самозабвенно. Его можно было застать в любое время в таком активном, живом состоянии, готовом к какой-то новой инициативе. И власти, которые его зажимали все время, и, казалось бы, все, он погиб. Потому что приезжаем в Чехов, там пообещали открыть выставку, картину сдает на полу. Ну, ничего, раз там народ есть, сейчас тоже, значит, все обсудили, все нормально. И он даже одно время стал конкурировать с областным союзом художником. Одна из его выставов такая большая была в доме ДК, что дальше не было. И он умел найти ключик к разным людям, к хозяйственникам там, или же к интеллигентам. Со всеми он находил какой-то сердечный контакт. И особенно, как... Ну, много историй там было. Но я расскажу вам историю, которая со мной была тоже. Он говорил мне приехать на встречу в один из совхозов там, но народ не собрал в школе. А в школе там ребятишки уже первую смену отучились и уже скучают там, ходить надо. А у него вокруг свете Корнилова были интересные люди. Один был такой энтузиаст, но, по-моему, немножко с поворотом. Он носил мне сельскую фуражку. Вы его не помните? Юра Сосоев. Юрий Сосоев. Ну вот, короче говоря, приехали. Значит, он меня выпускает на сцену. Я начинаю там, говорит, ну раз приехал, надо что-то сказать. Дети не слушают. Этот человек фуражки выступает вперед, говорит, а, мать ваша, вы что, вы знаете, кто перед вами стоит? Молчать. И все. И вот такие были тоже эпизоды. Но, короче говоря, он искал и добивался того, чтобы процесс шел и обрастал художниками, обрастал коллекции. И это было очень здорово. И не дожидаясь того, что о нем будут писать, он сам написал одну книгу, вторую книгу. Эти книги смотрятся как киносценарии, которые могли бы быть реализованы. Это та атмосфера Советского Союза, которая тогда была, она полна была энтузиазма. Власти делали свое дело, а художники свое. И тем не менее он успевал быть на всех этих стройках, сам лес наверх, там снимал сверху, рисовал постоянно. Он был очень живым и, я бы сказал, очень плодовитым таким человеком, талантливым. И поэтому, вот я говорю, что, может быть, дождется, что и вот, если он в этой серии замечательных людей пишет, потому что все основания для этого есть. И то, что сейчас вот собрались мы, знающие его, и дружившие с ними, и у нас друг к другу тоже отношение теплое такое. Вот, вот Феодор ко мне поскалил, поговорили там. Ощущение такое, что да, дело будет продолжено. Я думаю, это лучшее пара этих художников. Дорогие друзья, я думаю, вы все знаете, что вместе с Николаем Ивановичем Корниловым, постоянным его спутником, человеком, который поддерживал многие годы, была Серафима. Я хотел бы сказать очень добрые слова о человеке, которым всегда было плечо к плечу рядом с Николаем Ивановичем. И она и сейчас, конечно, переживала и не знала, как получится эта выставка. Вы помните, что и 80-летие, которое в этом году исполнилось Николаю Ивановичу, она тоже была одним из активных организаторов его персональной выставки в этих же, ну не в этих залах, но в этом же здании внизу. Мы встречались в июле, да? Да. Серафима, пару слов, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу тоже поблагодарить всех, кто пришел участвовать эту выставку и его вспоминали. Большое спасибо. Всех он любил, и я тоже всех знаю, всех люблю. Поэтому, пускай все это продолжается. А мы его будем помнить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я помню, сколько картин перевез Игорь. Порой известных, неизвестных ему художников надо было. Он ехал за картинами другого художника, хотя, конечно, сам человек очень занятой, но находил возможность, помогал всячески Николаю Ивановичу. И сейчас он также возглавляет галерею НИКОР, директор этой галереи, поддерживает художников, которые в галереи существуют, продолжают работать. Ну и, конечно, сегодня я хотел предоставить слово еще Виктору Цареву в завершение этого вечера. Она не здесь, там он приучаствовался в хорошем. Палитры красок, палитры мнений, палитры чувств и вдохновений, оттенки мыслей, радость, плач, палитры лекарей, палач, движение судей, природ, затей, они в картинах среди людей. Николая Ивановича их мы знаем давно, с Николаем Ивановичем много мы сделали, и памяти его сделали мы случайно, день рождения в Восьмидесячке, и объединили вот этот парень совместными усилиями. У меня зовут Лена Орловская. Лена Орловская училась, что я просто участвовала в одном из праздников Орлов. В честь памяти Николая Ивановича Николая Ивановича, просто я участвовала в празднике, который организовывал Николай Иванович. Песню я хочу вам спеть Веры Матвеевой, она на стихе Мибла, называется «Первоначально». Сильней, чем плач, воды на перекатах, Меня манит в трудах паром знакомый, Где лодки опускаются все более В глубокие и сладкие затоны. Вы сможете их угадать заранее, По плесу, в воздухе, по куда стаях, Кружится в ожидании все даниях, С печалью-то древнего Китая. Песня «Первоначально» Они мучаются, тростники остаются, И шурохом шуршать в первоначальнике. Они сегодня на гранчаны тянутся, и под огнами, и тоже на гранчаны. Сквозь тучи мимо, павших с гордым лёгком ушли, летит движение нежно иронимо. Не знаю, что мне делать с этим пёрышком, она его на берег уронила. Не знаю, что мне делать с этим пёрышком, она его на берег уронила. Спасибо. Это была песня Веры Матвеева, а ещё такой есть пар был. Александр Тулов, я надеюсь, вы знаете такого человека. И тоже бы хотелось в память Николая Спеть песню Александру Тулову. Стою, стою, роняя руки. Гоши лесной, души лесной, а три сосны, как три разлуки. Передо мной, передо мной. А три сосны, как три разлуки, передо мной. Проходит ось травой лесною, шумят дубы, шумят дубы. А три сосны, как три судьбы, как три судьбы. А три сосны, передо мной. И сердце рвётся на три счастья, щепит в груди, щепит в груди. Три счастья, миле, три несчастья там впереди, там впереди. И кажется, и кажется веселым ветром ошиблены, ошиблены, ошиблены. Стою, стою, роняя руки. В глуши лесной, в глуши лесной, а три сосны, как три разлуки. Передо мной, передо мной. А три сосны, как три разлуки, передо мной.